157 миллионов рублей. Цена банкротства или реанимации троллейбусного управления Чебоксар. Именно такую сумму предприятие задолжало Чувашской энергосботовой компании. Энергетики обратились в суд и требуют банкротства троллейбусного управления. Дата рассмотрения иска еще не назначена. В администрации города предлагают провести оптимизацию, сократить количество рейсов и увеличить временной интервал между троллейбусами. Уже в прошедшие выходные жители заметили, что общественного транспорта на улицах города стало меньше. Пока только на 5%. Но этих мер недостаточно, считает Алексей Ладоков. Сейчас будем рассматривать вопрос исполнения бюджета и вы услышите, что резервов у нас практически нет в городском бюджете. Это значит, что нам нужно принимать серьезные меры для того, чтобы снизить затраты и выйти на текущие платежи. В убытки мы больше уходить не можем. Глава столичной администрации поставил конкретную задачу перед руководством управления. Требую с вас в октябре выйти на текущие платежи. На текущие выйти. Я вам говорил неоднократно, вы, я так понимаю, меня не слышите. Если вы не будете справляться с этой задачей, буду ставить вопрос об освобождении от должности. Обсудили на ежедельном совещании в городской администрации и ЧП, которое в минувшие выходные произошло на одном из троллейбусных маршрутов. 7 октября в 7.45 утра, когда троллейбус проезжал по улице Гагарина, по общественному транспорту неизвестные открыли стрельбу. Люди не пострадали. Сейчас ищут виновных. Спасибо. Спасибо. Спасибо.